Казаки, казаки, приедут, приедут, повернут наши казаки. Вот так, музыкально и празднично, поздравляли фронтовые бригады ветеранов Славицкого района. Одним из первых 9 мая около своего дома гостей встретил Василий Васильевич Вертель, прошедший всю войну. Василий Васильевич командовал взводом разведчиков, участвовал в освобождении Сталинграда, Крыма, Белоруссии, Прибалтики. Он награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды. Участвовал в трех парадах победы в Москве. Спасибо Вам за то, что Вы сделали для нас, за то, что мы сегодня живем под мирным небом. Спасибо Вам, что Вы сейчас вместе с нами занимаетесь нашим подрастающим поколением, воспитывать их в духе патриотизма, любви к нашей Родине. Мы Вас уважаем, мы Вас ценим. Дай Бог Вам крепкого-крепкого здоровья, мирного неба нам всем, благополучия, удачи и процветания Славянскому району. Мы гордимся Вами, мы всегда рядом с Вами. Спасибо Вам за все, что Вы сделали для нас. Кроме слов признательности, ветерану были вручены и подарки. Школьники Славянского района написали Василию Васильевичу письмо со словами благодарности от молодого поколения. Волонтеры Всероссийского проекта, Вам, родные, подготовили подарочный набор. Также фронтовику была передана запись торжественного парада военнослужащих Кубани, которые специально провели его и сняли для ветеранов. Василий Васильевич был тронут таким вниманием и персональным поздравлением с Днем Победы. Уважаемые жители города Славянска, уважаемая наша молодежь, как для руководства, я тронут от своей души за Ваше внимание, за Вашу заботу, за Ваше уважение. Спасибо Вам всем. Я хочу поздравить весь наш город, район, всех жителей нашего района, края, руководство, молодежь с большим сегодняшним праздником 75 нашей Победы. Это была трудная победа, страшная победа, но русский монотональный народ победил. Поэтому всегда кричали вперед за Родину, за Сталина. Спасибо Вам от всей души. Еще одним подарком для ветерана стал концерт, подготовленный славянскими артистами. У каждого сегодня на уста Победа! 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 Понятная награды в языках Победа! Победа! Мы все прошли через пламя и мы погибших слава и слава жили. Победа! Победа! Мы верили, мы стали победить. Дальше фронтовая бригада с поздравлениями отправилась к ветерану Великой Отечественной войны Филиппу Ананевичу Дрееву. Филипп Ананевич участвовал в освобождении Донбасса, Украины, награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Фронтовика поздравили глава района Роман Синеговский, глава города Александр Берсенев, представители воинской части Славянска-на-Кубани, а также представители филиала Россети Кубань, славянские электрические сети ПАО «Кубань Энерго» от имени директора филиала Дениса Осьмова. Примите эти подарки в честь сегодняшнего праздника Победы и аплодисменты благодарных граждан! Ветеран поблагодарил всех за прекрасный праздник, устроенный в его честь, за замечательные песни, прозвучавшие для него, и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой. В этот знаменательный день, 75 лет победы над фашизмом, мне очень приятно, что вы не забываете нас, фронтовиков. Пошел вам огромное спасибо за внимание. В Славянском районе сегодня проживает 37 ветеранов Великой Отечественной войны, и всех их поздравят с Днем Победы. От Филиппа Ананевича Дреева фронтовая бригада отправилась к следующему фронтовику. По пути следования жители и проезжающие машины бурно приветствовали праздничный кортеж, присоединяясь к поздравлениям ветеранов. Фронтовая бригада остановилась на улице Пионерской. Там живет еще один фронтовик – Федор Данилович Коваль, который с первых дней войны трудился в госпиталях, спасал раненых бойцов. Помощь людям стала призванием Федора Даниловича. Всю свою жизнь он проработал в здравоохранении. За мужество и самоотверженность, проявленных на полях сражений, награжден орденом Отечественной войны второй степени и орденом Красной звезды. Слушая ваши поздравления, концерт, вспоминается это проявление чувства долга, чувства патриотизма. И мне вспоминается, какие чувства долга, чувства патриотизма были у нас и перед войной, и период войны. Вот наша победа над фашистской Германией, конечно, это заслуга в основном наших людей. Когда встречаешься с молодежью, всегда говоришь, что вы не забываете о том прошлом, и воспитываете в себя такое же чувство патриотизма, чувство долга перед страной, и тогда мы и дальше будем жить мирно и без опасений. Спасибо вам всем за поздравления. В честь ветеранов-победителей фронтовая бригада исполнила песню «День Победы». Песня «День Победы» Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Праздничный выпуск программы «События».